Сынок, как дела у тебя? Замоталось, завертелось. Не до телефона как-то было. Доброе утро, мам. Я нормально, все хорошо. Сейчас буду построение проводить. Ох, тут жара вообще втеплится-то. Ясненько, сынок. Ясненько, ясненько. Сейчас учет всего БК, боевого комплекта. Типа патроны не потребуются. Сейчас пересчитывал. Так вы тоже все-таки с оружием, оказывается, не только с лопатой ходите? Надо, говорит, отслужить в армии, а потом будем строить планы. Ну, военкомат нас успокоил, что он будет далеко находиться. Он срочник и не попадет туда, где страшно очень. Копаем, копаем, копаем. Это ж громкое такое, как сказать, слово. Вторжение. Кто его мог сказать? Наверное, только Путин. Том же приказы у нас указывает, приказывает. Вот так. Оттуда, от президента. Падаев Олег Геннадьевич. Живу в Тюменской области и Луторовский район, село Карабаш. Жил вообще в Курганской области. Не было там ни работы, ничего. В общем, семья, дети. Надо как-то было выживать. Переехали здесь, начали потихоньку развиваться. Много очень хозяйства держали. Огород большой был. А так, как бы здесь садик, школа, сельский совет, два магазина. Ну, вот так вот, как бы люди живут. Четверо детей у нас было. Живем в глубинке, деревня, огород, хозяйство. Все все умеют делать, готовить, работать. Ну, дочь у нас, как по гороскопу петух, всегда руководила всеми пацанами. Они у ей в руке были. У Афанаси не было такого, чтобы он как-то что-то косячил. Уже с детства был характер такой у него. Даже вот в садике, что, не дай бог, его носок кто-то оденет. Там все, всем детским садом, все за нами, за родителями едут. Потерялся носок. Там вот он до такой степени был пунктуальный. Все повешает, все приберет. Обои рвалы. Все, все пакостил бывало. Но скажешь, допустим, нельзя это делать. Этого больше никогда не повторялось. Прожили с мужем 24 года, но маленько, видимо, позрослели. Разгляды как-то разошлись. Ну, на эту тему я разговаривал. Может, с мамой поедешь тут как бы. Ну, мама же обычно ближе к детям. Ну, я разговаривал с ним на эту тему. Он говорит, нет, мне здесь удобнее, мне с тобой проще. Здесь у меня школа, здесь я вырос, здесь родился. Здесь у меня друзья. Вот его друзья, вот они все вместе, вот они в колледже и были. Учился средне в плане спорта, да, он любил спорт. Он занимался лыжами, гирями, футбол играл, волейбол, везде он. Первые места там у мамы, наверное. Мама-то все получше себе забрала. А нам, что, маленько послабше места оставила. Я еще живу, получается, не в самом Карабаше, а от Карабаша два с половиной километра. И он в школу каждый день ездил на лыжах. Я предлагал его на лошади увезти, встретить, привезти. Он говорит, нет, не надо, я сам. Ну, был сам, самостоятельный. Пошел учиться на повара-кондитера. Я, ну, как бы, как я мужчина понимаю, что, допустим, ну, как мужчина, мол, повар, может, сварщик, может, слесарь-механик или что-то там такое. Он говорит, ну, папа, успокойся, говорит, это все нормально. Вот, выучился, сдал на права. Я им отдал машину-семерку. Поездить, поучиться. Ну, а тут и армия. Цель-то была, что отслужит, открыть кафе какое-то небольшое там. Ну, что нам позволит ситуация, когда на тот момент мы чего-то решали. Все мальчишки прекрасно знают, что надо сходить, отдать долг родине. Я Афанасии никогда не говорил, что я не пойду. Хотя у него распортом с самого детства занимаются, у него и колени очень сильно болели. Я не знаю, как его вообще пропустили вот так-то вот в армию. Ну, чтобы вот, как сказать, отлынить от армии, такого не было. Как и все, раз это все началось, это военная операция, или как она, ну, конечно, стал волноваться. Ну, думал, как сказать, Бог пронесет, отведет от этого. Ну, если честно, вот эта война началась, я всегда смотрела, и я всегда ее, я всегда плакала, я переживала. Война, кому она нужна? Она не нужна никому война. Пусть даже мой сын еще в армии там не был, ничего. Я просто плакала за чужих. Ну, а когда уже сына туда отправили, все, покоя нет, и по сей день покоя нет. Когда забрали его в армию, нам говорили, военком нам говорил, что не переживайте, ваши дети будут служить за тысячу километров от боевых действий. Так держись, говорю, будь мужиком. Ну, он мне как сказал, ничего, батя, прорвемся. Буду звонить я тебе, не чтоб не я ему названивал или что-то. Он говорит, будет время свободное, я тебе позвоню. Слышала по телевизору, что говорили, срочники не попадут? Только те, кто подписывает контракт, мобилизованные. У нас был разговор с ним, насчет вот этого контракта. Я даже под автоматом не буду подписывать контракт, это не мое. Ну, и он позвонил, вот, Воронежская область. Ну, и как-то мне стало немного не по себе. Воронежская область, это значит, ближе к Украине все равно. Как бы это ни было, это же не Дальний Восток, правильно? Мое мнение, это мои мысли, я думаю, ну, вот, и молодежь подтягивает уже ближе к этим боевым действиям. Потом недели, через неделю полторы, наверное, он мне звонит, вот, все нормально, вот, нахожусь в Белгородской области. Ну, и тогда я заволновался, как бы. Мама с Афанасием по телеграмму общались, мама видео, как бы, отправляла, что, ну, там вот, окопы они роют. вот, короче, копаем, копаем, копаем. Как-то было, даже одно видео прислал маме, что говорит, мама здесь, говорит, все серьезно. Мама разговаривала, выстрелы слышала, аж сердце, говорит, сжимается. Он успокаивал, все хорошо, не переживайте, все нормально. Все хорошо, все хорошо у него всегда. А сама смотрю, перчатки дырявые, на руке, по видеосвязи. Здесь обожженно, наверное, сушили. Шапка. Вижу, что, ну, обмундирование очень плохое, такое, худенькое, а вот все всегда, все хорошо, все хорошо. Привет, мамуль, с днем матери. Тебя люблю. Люблю тебя. Извини, занят. Позвонить не могу. Покутка как? Ну, холодеет, можно сказать, холодеет. Здравия хорошо тоже. Ну, как, устаешь, конечно, все. 27 ноября он с днем мамы поздравил, написал мне. А 30-го уже погиб. Все. Я собирался супругу везти на электричку, на работу, вышел на улицу, смотрю, едет две машины, едет глава поселения. Ну, все, они подъехали. глава вышел, подошел, он сказал, я не понял. Он слезы заревел, я думаю, что произошло. А военком как бы позже вышел маленько из машины, глава мне сказал, что погиб сын. ну, сначала какое-то непонятие в мыслях в голове. Ну, изначально, наверное, думаешь, какой-то бред ли, как сказать. Не, ну, вот купить я не стал, как бы. Ну, свое время выпивал, сейчас просто я не пью, и он не любил, когда я выпивал. Ну, что было, что было, я не знаю, что и было. Какой-то туман в голове, никаких мыслей, как сказать, я не знаю. Одна каша. Что я могу вам сказать, что там было тогда? Неприятно было очень. С отцом разговаривали, он говорит, надо матери позвонить, сообщить. Так, говорю, я не смогу. он позвонил. Я просто страшный сон. Я просто заорала, я не знаю, наверное. Так заорала, еда покупала. я же его родила, выносила под сердцем. Как вот, как вот, как матери? Не передать словами. Это очень больно. я не могу вам ответить. не могу я вам ответить на этот вопрос. ну, со слов, конечно, знаю, что они тянули телефонографию, как я понимаю, но он объяснял мне, сынок, говорит, как во время войны, мама, тянем провода, проводим. Ну, говорят, в поле вдвоем они с мальчишкой тянули, и вот дроны начали обстреливать, и как вот нашему сыну голову оторвало, а второго мальчишку контузило, как бы. Надежда была, то, что, может, это действительно ошибка, и это не он. Познали по руке. У него родимое пятно, шрам и родинка на левой руке. В свое время я ему маникюр делала, и как бы пальчики, ну, как не узнаешь свое родное. Сразу поняла, что это он. И где-то ближе к обеду его привезли домой. Дома он переночевал, получается. как я ее провел, сидя у сына убитого, погибшего. Как я могу, что я могу вам сказать? У меня просто без слов. Ну, что, если твой сын ушел служить в срочную службу, и вот он через полгода пришел, привезли, или как, что можно, о чем можно думать. Одно желание, просто обнять вот так вот на цыпочках еле на него дотянуться, обнять его, поцеловать. Они-то повоюют и забудут, а нам, как всем, матерям, женам, кто потерял, хоть на нашей стороне, хоть там, нам-то как жить. Они-то повоевали, и все. А мы будем вот всю жизнь плакать, да плакать, плакать, да вспоминать. И до сих пор думаешь, мысли приходят о нем, вот весна, вот он должен прийти. Ну, созваниваюсь тоже, как бы, с родителями, с кем он дружил, ну, с отцом Игоря, как сказать, он радуется, сын, вот, скоро, я говорю, приезжайте в гости, там, чего-то посидим, как-то. А на самом-то деле в душе очень тяжело. Нет, конечно, ответа я не нашла и, наверное, никогда не найду, потому что эта война никому не нужна, ни нам, ни тем, с кем воюем. У нас отцы, сыновья, братья умирают. Точно так же у них есть отцы, сыновья, братья. Никто этой войны не хочет. И для чего она, кому она нужна? Нам никто не скажет. Мое мнение это пустобряканье. Почему не показывают того, что должны показывать? если ты в интернете смотришь одно правду от людей узнаешь, от товарищей, тогда как в этой жизни понять, кто за кого и где должен быть? или как вообще-то? Никому я не доверяю ни газете, ни интернету, ни телевизору. Потому что всей правды, что именно там происходит, нам никто никогда не скажет. Кому нужна война? Не знаю. Президентам, наверное, всех стран. нам она точно не нужна. Вот у нас сегодня хоронят в 10 километрах вся деревня воет. А так по России везде, везде, кругом. Где оно хорошо-то в России? Как паспорт получила, как положено. Каждый год голосовала. Всегда голосовала за Путина. Футболка его. Ох, он сильно любил ее. Это ж громкое такое, как сказать, слово. вторжение. Кто его мог сказать? Наверное, только Путин. Кто больше скажет? Кто больше приказы у нас указывает, приказывает так? Да, действительно, мы бараны. Сказали копать, копать, сказали ехать, топтать, топтать, сказали убивать, убивать. Мы вот сидим по деревням, по городам, серые такие, и мы ничего не можем сделать. Мы никто не хотим войну. дубе нужна война. Кому она нужна? Нам что ли всем? Нас не спрашивали, когда посылали. Так что и галочка моя. Ни за Путина, ни за Васю, ни за Петю, ни за кого. Не надо, не стоит моя галочка ничего. Но выплата одна была от Министерства обороны. Два с половиной миллиона. И все. Остальных выплат до сих пор нету. Вот обращались и военную прокуратуру, и следственный комитет. Везде отписки, что все идет проверка. 13 писем. Результата никакого. сына бы вернули. И пусть бы сами они между собой там и с этими деньгами посидели. И отец, и мама заметно стало, что да, действительно, они постарели. За все это время всего один раз. Сон был, в общем, в гараже. я делал какой-то двигатель, а он не не надо было внедряться на ту землю, я не знаю, сидели бы вокруг границы, вот, сидели бы и все. это мы так говорим, а нас же никто не послушает. Руководят там выше и приказывают. А вот так вот мое мнение, сидите на своей территории. Мы не знаем, мы никто не знаем, что с нами с Россией будет. Мы не знаем, какое они там еще, что затевают. Переживаешь, думаешь, что дальше, куда мы, что дальше будет, когда остановится эта война. мы не знаем никто ответ. Плачу, работаю, семья, дом, хозяйство. Что со мной будет? Я также не знаю, что со мной может быть. Маленький ребенок еще есть у меня, пятый сынок. Вот 9 лет будет в июле. Переживаешь, успокаивать, вот так вот, что взять в руки себя, совсем сильно уж не изводиться, что сына еще поднимать надо. Афанась его очень любил, очень любил. Лелик, 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 о, его очень. Сыночка мой родной, последний сообщенький. так и не прочитал. Я очень тебя сильно люблю. Знаю, слышу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok